Ну здравствуйте вам! Меня зовут Евгений, это канал Фотомобайл и мы здесь обозреваем аксессуары и гаджеты. Я с собой вот сегодня приволок две коробочки, в которых так называемый Air Mouse или пульты для ТВ-боксов, ну по-разному они в народе называются. Давайте начнем и откроем один из них. Ну для начала нужно определиться вообще что такое ТВ-бокс, я надеюсь вы знаете что это такое и давно используете. Это такая маленькая устройство-коробочка, которую вы по HDMI подключаете к телевизору и уже она как маленький компьютер, вы с нее там включаете YouTube, музончик, какие-то фильмы. Он в основном конечно же смотрит фильмы, даже играет в игры. Но немногие люди почему-то считают, что вот неудобно вот этой мышкой водить по коленке, подключают видите ли туда люди обычную вот мышку беспроводную и начинают водить, клацать по буковкам на экране. Но это все жутко неприятно и неудобно. По такому поводу вот давно конечно же это не новинка, я надеюсь никого я в общем не удивлю этим устройством, но всякое может быть. Я наверное поснимаю вот эти пленки, чтобы вам было лучше видно. Вот такой двухсторонний гаджет. Вы вероятно много его где видели, ну потому что подделок достаточно много на бюджет, там буквально от 5-6 долларов их уже продают. Здесь на одной стороне вот элементарные кнопки управления, вкл-выкл, громкость, там ок, курсор, вниз-вверх, меню, режим аэромышки. Аэромыш это значит, что вот ты двигаешь рукой и на экране телевизора курсор вслед за твоим движением перемещается. Достаточно весело и занятно. А на обратной стороне вот так называемая QWERTY, я надеюсь это QWERTY, да? QWERTY клавиатура, где вы уже рученьками, большими пальчиками пишите аватар там или терминатор. Ну что вы там смотрите, Москва слезам не верит. Все это можно достаточно быстро здесь набрать, либо в пользовании браузером и поиск что-либо. Ну, эта штука вообще обязательно к использованию любителями ТВ-боксов. С ней, кстати, положили вот адаптер для подключения в USB. Все выполняется легко и просто. И кабель для зарядки, ну потому что здесь есть аккумулятор и его нужно заряжать. Вторая моделька, в принципе, то же самое, но без задней клавиатуры на экране. Смотрите, вот так вот она выглядит. Сзади открывается крышечка и так же как в пульте две микропальчика в батарейке. Не вонючий пластик, но глянцевый, блестящий. Кнопка OK, вверх-вниз, плюс-минус. Кнопка отключения режима аэромыши. Ну, маловат функционал, учитывая, что клавиатуры-то нет. Но, в принципе, если использовать его, рассматривать как универсальный пульт, то можно и рассмотреть. Вот такие вот девайсы, вот такие вот у нас дела. Оцените видео, напишите в комментах, какими ТВ-боксами вы пользуетесь, какими сервисами. И подскажите, может быть, мне записать обзоры каких-то девайсов или сервисов, чтобы вам интересно было узнать. Ну, а пока я всех благодарю за просмотр, что досмотрели до этого места. И счастья вам, друзья. До встречи в новых обзорах. Пока!